привет друзья сегодня у нас посылочка от спонсора от магазина bengut получил сегодня утром вот такая упаковочка здесь очевидно два каких-то изделия я думаю измерительные приборы сейчас мы быстренько сделаем вскрытие и посмотрим что оно такое и куда его можно вставить распаковок на моем канале нет это знает все есть вскрытие и распечатки вот такой маленький тестер чик и вот такой маленький мультиметр чик и кажись что такое почему так мало так давайте вскроем сначала большой как его как его открываем вынимаем здесь имеется мануальчик так мануальчик мы обязательно посмотрим здесь всякие разные штыречки штыки ручки проводочки и сам мультиметр нечто похожее у нас на обзоре уже было но другой компании сейчас я покажу вот такой вот но у этого дисплей намного больше и это радует так включить не получится потому что батарейки нет а как ставить нужно снять вот эту крышечку и установить две батареечки так давайте это откладываем сторону это просто замечательно и посмотрим что у нас здесь здесь что-то жизнь поменьше вынимаем имеется кажись мануальчик так далее проводочек штыки ручки и вот такой пистолетчик или мультиметр чек сейчас разберемся шоу на такое пришло и можно делать типа пробничек так имеется кумовские кумовское гнездо и всего один штыки ручек давайте сейчас ставим батареечку батареечки целые две штуки сейчас посмотрим есть это кажись оно или не а ну-ка все давайте распечатаем посмотрим чик чик нет это кажись здоровья или нет да нужны маленькие так давайте посмотрим что у нас что у нас есть вот один еще один также кодек вставляем это вот так не так этот вот так а этот вот эдак чик и вот он черекнул а режим авто и это просто радует так теперь закроем за крылышечку чик прибор готов к работе ну кася давайте посмотрим мануальчик который из них так это у нас китайский и это у нас а это у нас китайский и что здесь пишут короче все понятно данный прибор может измерять напряжение сопротивление прозвонка диодов звуковая прозвонка также имеется подсветочка ну-кася короткое нажатие так короткое нажатие это кажись hold длинное нажатие это подсветка да подсветка есть очень слабенькая и должен включиться фонарик а фонарик включается нажатием и удержанием нет просто нажатием вот этой вот кнопочки такой диодик очень маленький но довольно таки яркий давайте его отключим возьмем штюбчик и проверим порой тестируем про диагностируем смотрим что здесь здесь у нас колпачок колпачок снимаем это вставляем вот сюда в комовский и делаем вот так и вот включилась звуковая прозвоночка задержка при закорачивании и задержка при размыкании чего не скажешь о моей собственного производства когда уже китайцы научиться делать нормальные прозвоночки никакой задержки так продолжаем режим авто нажимаем кнопочку силу и чего-то выбираем 10 постоянка поехали далее переменка так это у нас измерение сопротивления здесь мега ом и а ну-кася давайте проверим последний раз я был низко умным давайте проверим сейчас 1 с половиной 1 7 мега ома сегодня вроде бы нормальненько так следующее нажатие так это также измерение сопротивления и здесь у нас измерение емкости конденсатора ничего себе смотрите такой маленький и такой шустренький давайте возьмем вот этот прибомбасик и посмотрим что он вам расскажет и шоу нам покажет здесь у нас имеется кондюрчики это у нас это у нас 10 чего-то 10 нанофарад так 013 нормальненько этот показывает лучше чем вот этот вот поехали дальше 51 66 так поехали дальше 100 121 так из с кондюрами у нас скажи все нет еще остался вот этот вот кондюр электролитический и шоу нам показывает одиннадцать и одна десятая микрофарады нормалек нормалек я увлекся и не смотрю на экран видеокамеры а ну очевидно не очень не очень хорошо ну-ка давайте еще разочек разочек одиннадцать и одна десятая микрофарады чудненько поехали дальше следующее нажатие это у нас что это у нас это у нас я не вижу это у нас герцы кажись ничего себе даже проверять герцы сейчас мы проверим герцы так давайте пройдемся по кругу так это у нас нсв в этом режиме мы можем найти напряжение проводочек под напряжением сейчас я его покладу вот здесь мы делаем вот так подносим подносим штык и он вам что-то показывает смотрите чем ближе тем больше нормалек нормалек интересно а если его выткнуть вот сюда нет давайте не будем рисковать чудненько так следующее нажатие режим авто давайте мы в этом режиме также что-нибудь проверим давайте мы проверим сопротивление 1 ом да 1 ом чтобы было видно чик так а здесь он нам чего-то ом и показывать не хочет здесь у нас 100 ом 102 нормальненько 2,7 2,7 имеется ввиду килоома 2,7 видно видно хорошо поехали дальше 300 300 300 килоом 280 далее 3,9 мегаома сейчас покажет наверно 3,6 да 3,6 так же как и на этом приборе так а почему он не хочет показывать мелкие сопротивления ну давайте еще разочек 3,7 я плохо законтачил не отпущало хорошо непонятно ну да ладночки так поехали дальше так что тут у нас еще напряжение давайте возьмем пальчиковую батареечку и проверим напряжение значит батарейка 72 72 года имеется ввиду 1972 элемент гальванический сухой 145 У ГОСТ 65 года проверяем проверяем так чтобы было видно закунтачим а оно не контачит а вот так 1,55 вольта сколько лет что значит советская 72 год офигеть а ну-ка давайте посвежее возьмем значит это литий ион night core законтачили и что мы видим 4,1 почти 4,2 так поехали дальше что у нас еще есть так переменка сейчас мы проверим сейчас мы проверим давайте возьмем вот вот такой проводок чиг теперь сюда вставлен чиг и еще раз так а ну-ка давайте посмотрим да c так еще 231 вольт так а ну-ка перейдем в режим автомат а режим автомат вот он померяем в режиме автомат чиг что он нам выдает 231 вольт просто замечательно так что мы еще не сделали не померяли чистоту сейчас мы возьмем вот этот вот генератор чиг включен его так давайте чтобы было видно так нажимаем то нажимаем то я уже забыл как как чего куда нажимать так генератор сигнала так нет не то а вот он генератор сигнала так что у нас здесь есть 1000 герц давайте мы проверим частоту так нажимаем выбора так мегаома килоома измерение емкости герца чудненько так стоп стоп а сюда нужен специальный переходничок это я чего-то не подумал так а если а если сюда мы не воткнемся сейчас 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 вот он вот он берем вставляем его вот здесь так сигнал сигнал есть если так что такое нужно сделать вот так что то есть 1000 герц имеем так это сюда это сюда да да и ничего мы не имеем а почему же это так а почему же а почему же а почему же так а ну-ка давайте сделаем сделаем вот так возьмем стилус сделаем вот так 50 герц окей так 50 герц здесь ничего не показывает может может я нажал вот эту вот машинальную нет кнопку холодно нажимал так хорошо давайте мы выберем другую частоту так 2000 герц ау 20000 2000 окей шо мы имеем ничего мы не имеем почему же так кто мне скажет 10000 возьмем 10000 герц окей нифига 100000 герц окей нифига что-то герц он показывать не хочет и в общем-то все на что он способен мы еще не проверили как работает в темноте фонарик что им можно осветить давайте попробуем сейчас мы находимся в кладовке в полной темноте включаем подсветочку видно видно что еще надо так теперь проверяем фонарик вот кажись вот здесь нажали и отпустили и вот он пошел светить давайте посмотрим расстояние примерно один метр видно видно и давайте немножко поближе и это вблизи рабочее место освещено все очень неплохо видно и это радует так с фонариком разобрались сейчас мы перейдем в режим NCV и посмотрим что он нам покажет точнее что он нам расскажет подносим ближе говорит что все в порядке говорит что все в порядке интересно можно ли найти проводку под штукатуркой прибор прибор очень чувствительный прибор очень чувствительный не получится к сожалению все все стеночка звенит все стеночка сигнализирует все это у нас был режим NCV режима ли вы в этом мультиметре нет найти фазу мы не сможем так а что же у нас с определением частоты ну кася давайте еще разок попробуем мегаомы килоомы емкость герц ну кася возьмем вот это вот сейчас давайте включимся чик-чик вот это сейчас вот это вставлен вот это вставлен вот сюда таки что-то он нам уже показывает и где второй конец и где второй конец 49 и 9 так ну кася давайте вот так и шоу нам показывает 50 50 герц ну там еще немножко нормалек нормалек значит все нормально ну очевидно потому что я не прочитал инструкцию а как ее прочитать если она на китайском языке так а шоу у нас с сопротивлением он не измеряет сопротивление в 1 Ом хотя 1 Ом как по мне это короткое замыкание так а ну кася давайте еще разочек перейдем это у нас был режим авто автомото велофото кино радио в режиме авто короткое замыкание так поехали дальше здесь вольты постоянка переменка мегаомы так мегаомы так по нулям короткое замыкание мегаомы мегаомы 3,6 мегаомы так и дальше кажись килоомы да килоомы ну кася в этом режиме короткое замыкание и в режиме мегаомы он наверное ничего не покажет да не показывает килоомы 300 килоом так 2,7 2,7 100 ом ну вот так в автомате показывает все кроме одного ума ну и не надо зачем оно нам нужно что я могу сказать отличный мультиметр мультиметр для электрика все что надо все есть напряжение постоянка переменка сопротивление ну и немножко всякого разного занимает очень мало места ну нельзя найти фазу это минус а в основном все просто замечательно даже имеется фонарик и это просто супер пупер и на этом мы наверное закончим а в следующий раз у нас будет обзор вот этого замечательного мультиметра так как он называется мустол мт 005 про а это у нас был кто а это у нас был аненг это у нас был аненг а 3010 вот вот такая красота интересно из чего сделана отлёточка а ну-ка давайте возьмем магнитик сталь а какая сталь если прикалена так вообще супер можно будет винты откручивать так отключаем короткое нажатие фонарик нажатие с удержанием включаем с удержанием и вот он включился ставим пальцы всем пока совсем случайно нашлось описание на английском языке что здесь пишут цифровой мультиметр мы имеем 4000 отсчетов всякое разное автовыключение напряжение постоянка максимально 600 вольт напряжение переменка максимум 600 вольт частота 40 герц 4 мегагерца сопротивление до 40 мегаом так далее диоды прозвание в одном направлении прозвоночкой прозвонка до 30 ом и в общем то все кому интересно ставим на паузу запоминаем